Глава 3 Исаия 1 Вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость. Всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою. Как отличный врач, то прижигая, то отсекая, то давая горькие лекарства, имеет целью здоровья больных. Так точно и человеколюбивый Бог различными и разнообразными наказаниями, скрепляя расслабление и распадение иудеев, то устрашает непризнательным набегом иноплеменников, то еще прежде такого нападения поражает их другими угрозами, разнообразием угроз, постоянно сохраняя в них живой страх. Как так, как теперь он угрожает их бессилием, им, голодом, засухаю, лишением не только необходимого, но и того, что нисколько не меньше необходимых вещей, сохраняет нашу жизнь. Не голод только тяжек, но тяжко иметь недостаток и в управляющих делами. От этого обыкновенное самое богатство бывает тяжелее голода. В самом деле, какая польза в том, что все льется как бы из источников, когда происходят междоусобные войны, когда море воздымается, волны бушуют, и нет ни кормчивого, ни рулевого, и никого, кто мог бы остановить бурю обстоятельств и возвратить спокойствие. Если же вместе с этим бывает и голод, то представьте чрезмерность бедствий. Всем этим богу угрожает иудеям, во-первых, самым тяжким бедствием. Вот говорит владыка Господь Савовов. Это выражение «вот» пророки употребляют постоянно, когда хотят удостоверить слушателей в истине слов своих. Не здесь только, но и прежде, и в самом начале можно видеть, что грехи часто предшествовали телесному расслаблению, как, например, в каянии. Так как он неправильно воспользовался своей силой, то справедливо подвергся расслаблению. Так и в сидевших при купеле грехи были причиной расслабления. Как говорит Христос, вот ты здоров, не согрешай более. И Павел говорит, посему многие из вас немощны, потому что они грешили, принимая таинство с нечистой совестью. И блудника он предает во измождение плоти, подвергая его такому наказанию за грехи. Впрочем, это не всегда бывает наказанием за грехи, но иногда бывает поводом к получению венцов, как у Лазаря и Иова. И не слабость только. Но и другие болезни телесные происходили от греха, как, например, проказа Озии за бесстыдство его намерения. Так и рука царя Иераваама иссохла за его гордость и высокомерие. И язык Захарии был связан ни за что иное, как за грех души. Потому, так как и для иудеев телесное здоровье, благоденствие и обилие богатства служили поводом к высокомерию, то бог исторгал корень гордости, вразумляя их, делая лучшими и доставляя им больше того, чего лишал их. Что за вред иметь слабое тело, когда этим научается душа? Притом, чтобы они не подумали, что случившееся было следствием слабости природы, пророк предсказывает об этом и простирает угрозу не только на мужей, но распространяет наказание и на женский пол. Так как был развращен и тот, и другой пол, и далее по причине крайнего бесстыдства, обращает речь против самих женщин, обвиняя их в преступлениях, которые разрушили город до самого основания. Потому и на них он посылает заразу. Именно заразу, мне кажется, он разумеет, когда говорит, от нему крепкого и крепкую, всякое подкрепление, или какую-нибудь другую телесную болезнь, не уступающую искусству врачей, таковы наказания Божии. Подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою – это тягчайшее наказание, когда уничтожается не самое существо, а происходящая от него сила, так что люди наказываются самым видом его, никогда не насыщаясь им и отсюда усматривая, что это гнев Божий. Храброго вождя и воина! Храброго вождя Писание постоянно называет человека сильного, или превосходящего многих размером своих членов. Когда в книге Бытия он говорит, «то были исполнины и зрели славные люди», то этими словами не говорит о рождении какого-нибудь другого рода, но указывает нам, что они были сильны, крепки и здоровы. Воина, судью, невыносимое наказание, указание крайней гибели составляет сказанное, когда и при целости стен и башен город вместе с самыми жителями может быть предан неприятелям. Ведь безопасность городов заключается не в камнях, не в деревах и оградах, но в благоразумии населяющих город. Когда есть такие люди, тогда они и в присутствии врагов ограждают город безопаснее всего, а когда их нет, то хотя бы никто не беспокоил его, он представляется более жалким, нежели город осаждаемый 41. Таким образом, пророк преподал тем и всем слушающим немалый урок любомудрия. Убеждая никогда не надеяться на величие города, на рвы и укрепления, но на добродетель мужей пригодных. Внушая им страх, он говорит, что Бог лишит город безопасности, отняв не только сведущих в войне, но и умеющих судить, которые не менее воюющих приносят пользу городам, благоустроя мир и часто отклоняя угрожающие войны. Так как войны постоянно произрастают от корня грехов, то стражи законов и точные блюстители правосудия, обуздывая большую часть грехов, могут уничтожать и поводы к войне. Почему же Бог отнимает их? Потому что люди не пользовались ими, как должно, когда они были. Как спасительные наставления его приносили великую пользу слушателям, но, возвещая иудеям, он прикрывал свои наставления неясностью, потому что они не внимали словам его. Так точно эти великие дары, которые доставляют нам великое спасение, он часто отнимает, когда принимающие не хотят извлечь из них никакой пользы. И пророка! И прозорлица! И старца! Немалый вид гнева Божия! И то, когда прекращаются пророчества. Так, когда Бог отвратился от народа иудейского за грехи детей Илья и за великое нечестие народа, то прекратилось пророчество. Глагол Господень, говорит Писание, был нечаст все дни, 1 Царств 3.1. Част, то есть, нечаст, редок. И при Озии было то же самое. Между тем, немало пользы они получили бы от этого, если бы хотели. Слышать волю Божию, приготовляться к будущим бедствиям, узнавать неизвестное. И то, когда нужно напасть на неприятелей, когда быть спокойными, и как избегать всех скорбей, это много способствовало бы им ко спасению. Но так как, слыша откровения, они не поступали, как должно, то Бог лишил их откровения. Причем являлась великое человеколюбие Божие в том, что он и предвидел будущее, и знает, что они не будут пользоваться дарами его, как должно. Делал все от него зависящее. Вместе с пророком говорит, Бог отнимет и прозорливца. Здесь, мне кажется, прозорливцем он называет того, кто по великому благоразумию своему и по опытности в делах предугадывает будущее. Ведь иное дело предугадывания, иное пророчество. Один говорит Духом Божиим, не привнося ничего от себя самого, а другой, на основании прежде бывшего и усилиями собственного благоразумия, предвидит многое из будущего, как свойственно предвидит человеку благоразумному, но между тем и другим великое различие, такое как между благоразумием человеческим и благодатью божественную. А чтобы примером пояснить слова мои, вспомним о Соломоне и Елисеи. Оба они возвещали неизвестное и открывали сокровенное, но оба не одной и той же силою. Первый по человеческому благоразумию, на основании, естественно, опыта, говорил о прелюбодейных жонах, а последний говорил не по какому-либо соображению, какое соображение могло открыть воровство Геезия, но по божественной благодати провидя отдаленные события. И старца, пятидесятника, и вельможу, и советника. Вместе с теми, говорит, отнимет Бог и старца, и пятидесятника, разумея под старцем не просто человека престарелого, но имеющего вместе с сединой и благоразумие, свойственное седине. Также и под пятидесятником он, разумеет, не одного какого-нибудь пятидесятника, но называет этим именем всех начальников. Ничего поистине, ничего нет хуже безначалия. Подобно тому, как нет ничего ненадежнее корабля, который не имеет кормчего. Не останавливаясь и на этом, он угрожает, что отнято будет и другая великая опора безопасности, умеющая подавать отличные советы, которые не меньше оружия доставляют благодеяний городам. От нему, говорит, мудрого художника и искусного в слове, разумея не строителя, но человека опытного в делах, знающего многое и умеющего благоразумно устроять все дела города. Сорок два. Вместе с тем, благоразумного, искусного в слове, действительно, когда нет его, то хотя бы все прочее было, нет никакой пользы городам. Хотя бы были и пророки, и советники, и начальники, но если нет ни одного слушателя, то все тщетно и напрасно. Здесь, мне кажется, выражение от нему, значит, оставлю, попущу. Подобно тому, как Павел, говорит, предал их Бог превратному уму. Римлянам 1.28. Выражая не то, будто Бог вверг их в безумие, но оставил и попустил им оставаться безумными. И дам им отроков в начальники. Это хуже и гораздо бедственнее безначалия, потому что кто не имеет начальника, тот лишен руководителя. А у кого худой начальник, тот имеет ввергающего в пропасть. И дети будут господствовать над ними. Детями здесь называют их пророк, не унижая этого возраста, но желая яснее показать их безумие. Бывают и юноши разумные, и старцы, живущие безумно. Но так как это обыкновенно случается редко, а большей части бывает напротив, то он и назвал безумных таким о именем. Тимофей был юношей, но управлял церковью мудрее множества старцев. И Соломон, будучи двенадцати лет, беседовал с Богом, имел великое пред ним дерзновение, прославился, получил венец. Был по своей мудрости предметом удивления для иноплеменников. И не только мужи, но и жены приходили издалека, имея единственной целью своего путешествия, то, чтобы научиться чему-нибудь и послушать его голоса. А когда он достиг старости, то много уклонился от добродетеля. И отец его, блаженный Давид, совершил тяжкий грех не тогда, когда был отроком и юношей, но когда уже прожил этот возраст, тогда согрешил. А когда он был малым отроком, тогда воззвиг дивный трофей, поразил иноплеменника, показывал всякое любомудрие, и юность нисколько не была для него препятствием к делам доблестным. Так же от Еремии Бог не принял отказа, когда он ссылался на свой возраст. Но послал его к иудейскому народу, сказав, что в этом нет никакого препятствия, только бы мысли были здравы. Имея такой же возраст, или даже гораздо меньший, Даниил судил старцев. И Иосия, не имеющий десяти лет, вошел на царский престол, и тогда отличался добрыми делами. Но после того вскоре, предавшись беспечности, потерял душевную добродетель. А Иосиф, он, будучи не только юным, но и весьма юным, вступил в трудную борьбу, сражаясь не против людей, но против самой силы природы и из печи пламени, гораздо более жестокого, нежели персидские, то есть вавилонские. Ситуиан Затаус часто называют Ассирией и Вавилонией Персией. Не вышел ли здравым, оставшись невредимым, не менее трех отроков? Как они тогда вынесли неповрежденными свои тела и даже волосы, вышедшие как бы из источника, а не из печи? Так он в этой борьбе, освободившись из руки зиптянки, остался непобедимым ни от ее прикосновения, ни от слов, ни от вида, ни от одежд, ни от благовоний, что скорее хворостой смолы воспламеняет огонь страсти, ни от самого возраста своего не потерпел ничего такого, что свойственно потерпеть человеку. И эти три отрока, находясь в самом цветущем возрасте, обуздали чрево, поправили страх смерти. Победили столь великое войско и гнев царя, устремившегося против них, свирепие песчаного пламени. И ничто не преодолело их, но постоянно оставались они с нераболепной душою. Таким образом, пророк не унижает возраста, когда говорит это. Подобным образом и Павел, когда говорит, что не должно ставить новообращенного, чтобы не возгордился, не впал все дьявола. Разумеет, не юного по возрасту, а новонасажденного, то есть оглашенного словом. Насаждать он означает оглашать и учить. Как, например, когда он говорит, я насадил, а полос поливал. Христос называет это насаждение, всякий сад, говорит он, который не насадил Отец мой Небесный, всякое растение такое искоренится. Если бы апостол называл новокрещенным юного, то Тимофея весьма юного, так юного, что сам говорил, никто-то не предберегает юностью твоею. Он не возвел его на такую степень власти, не поставил бы управлять такими церквами. И ругатели господствовать будут над ними. Видишь ли, что он укоряет не возраст, но развращенное настроение. Таким прибавлением он выразил это яснее. Ругателями же здесь он называет обманщиков, лицемеров, льстецов, которые обольстительными речами предают других дьяволу. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Как в зданиях, когда поддерживающие их деревья сгнили или отняты, стены необходимо обрушиваются, не имея никакой подпоры. Так и там. Где отняты вышеупомянутые мужи, начальники, советники, судьи, пророки, ничто не препятствует народу истреблять самого себя и быть великому смятению. И каждый ближним своим юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюден над вельможию. Юноша, говорит пророк, будет противиться старцу, будет превозноситься перед ним, презирать его. Это еще прежде нападение неприятелей, бедствия не всякой войны, потому что когда старость не будет уважаемой юностью, и люди низкие и презренные станут попирать ногами людей прежде почтенных, тогда город будет находиться в состоянии нисколько не лучшем того, как бы он утопал в волнах. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем. И да будут эти развалины под рукою твоею, а он с клятвой скажет, не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Здесь, кажется мне, пророк указывает или на какую-нибудь весьма бедственную осаду города, приведшую их в крайне стеснительное положение, или без осады на какой-нибудь невыносимый голод и великий недостаток в необходимом. Он выражается согласно с общим обыкновением. Как многие говорят, если бы случилось, что весь город продавался за овал, то я не мог бы купить его, выражая этим свою крайнюю бедность. Так и пророк говорит, что если бы за одну одежду и за один хлеб продавались начальственные должности, и тогда никто не купит их. Такой будет недостаток в необходимом. Так рушился Иерусалим. То есть покинут, опустошен, лишен промышления Божия. И пал Иуда, исполнилось, говорит, замешательство и беспокойство, смятение и беспорядка. Языки их с обеззаконием не покоряются Господу. Здесь показывается и причина зол, невоздержание языка. В этом обличает их и Осия. И Фрем говорит, в пагубу был в те дни наказан. В племенах Израилевых нашлось неверие. Осия 5.9. То же говорит и Малахия, пророки, укоряющие Бога словами, и говорят, чем мы прогневали его. Зато, говорит, что всякий, творящий зло, угоден перед Богом. И к ним Бог благоволит. И говорят, где Бог правды? Малахий 2.17. В этом же он обвиняет их, представляя двоякую винутую, что они не только не покоряются и не только нарушают закон, тогда как должны были бы стыдиться и краснеть, скрываться и склонять голову. Но еще старается увеличить прежнее беззаконие при неисполнении заповедей, произнося дерзкие слова, подобно какому-нибудь негодному рабу, который, не исполняя приказаний Господина, еще оказывается дерзким. «Потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для отчей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне. Не скрывают горе души их. Ибо сами на себя навлекают зло». Пророк опять говорит о будущем, как бы о прошедшем, следуя обыкновенному закону пророчества. Смирением славы он называет плен. «Действительно, немалым было стыдом для тех, которые были в звании владык вселенной, покориться людьми честивым и иноплеменным. А под стыдом лица он, разумеет, стыд, происходящий от греха. Такова была жизнь их. Так как они наперед постыдили сами себя своими делами, то и Бог лишил их славы, придав их наказанию меньшему, нежели какому они подвергли сами себя. Не так дурны были они, живя в чужой стране, как когда, владея своей столицей, предавались беззаконием. Там сокращались злые дела их, а в отечестве более и более увеличивались. Таким образом, пророк преподает им высокое учение, убеждая постоянно прежде наказания удаляться от пороков, воздерживаться и стыдиться. Не тогда, когда иноплеменники возьмут их, отведут в рабство, но когда сила греха будет держать их пленными. Ибо грех их, как садомские. Часто я говорил, и теперь скажу, пророк показывает человеколюбие Божие, предсказывает не только то, что они будут терпеть, но и то, чему они достойно были подвергнутся. Грехи были равны садомским, а наказание гораздо легче. Бог не исторг их с корнем, не разрушил города их до основания и не истребил остатков рода их. Выражение же возвестил и явилось сказано человекообразно, потому что не тогда Бог узнает совершившееся, когда оно совершается. Как можно сказать это о том, кто знает все прежде бытия? Но пророк сказал так для того, чтобы показать великость бедствия. 46. Как в другом месте Писания, когда говорит, умножился вопль за грехи их ко мне. Говорит так, не представляя Бога, обитающим где недалеко, и не заключая его в небе, но показывая великость греха. Так и здесь словом возвестил, пророк выражает чрезмерность порока. Грехи более легкие могли бы быть незаметными, но чрезмерные и великие бывают всем известны и явны, хотя бы не было никого, кто бы осуждал и обличал их. Они сами себя обличают и делают явными. Таким образом пророк, желая показать великость зол, говорит, воздействил и явилось. То есть совершали зло с великой неумеренностью, с великой дерзостью, не стыдясь и не скрываясь, но делая порок своим занятием. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет скушать плоды дел своих. Крайнее зло, когда не только грешат, и не только грешат дерзко, но изгоняет и тех, которые могли бы исправить это. Как сумасшедший часто бросается на врача, так точно и они представляли величайшее доказательство неисцельной болезни в том, что изгоняли праведных. Такова добродетель. Она одним появлением своим огорчает живущего порочно. Таков порок. Он часто, еще не слыша обличения, тяготится самим присутствием людей, живущих честно. Здесь двоякое обличение. За то, что они связывают праведника, и за то, что связывают его как бы непотребного. Так, когда кто-нибудь не только не принимает полезного, но и считает это вредным, то какое остается для него средство к исправлению? Потому и пророк, видя, что они дошли до крайности, начинает снова с плача, а не с обличения у коризны, говоря, «Горе душе их!» И далее весьма мудро говорит, «Потому что умыслили лукавый совет пред очами моими, хотя совершившиеся, по-видимому, направлены против праведника, но если исследовать внимательно, то умысел их обращается не на того, кто страждет, а на тех, кто делает это. Отсюда мы научаемся, что человек добродетельный, хотя бы подвергся бесчисленным оскорблениям, не потерпит никакого вреда от причиняющих их, а злоумышляющие против него скорее на себя самих поднимают меч, как было и с этими. Они, связывая праведника, нисколько не повредили ему, но самих в себя вергли в больший мрак и пустыню, удалив от себя светильник. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Таков порог. Он сам себе заключает наказание. Сказанное здесь пророком означает следующее. Они вкусятся своих плодов, поставив себя в совершенной пустыне и приготовив себе многие пропасти. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Видишь ли, что от нас всегда зависит мера и начало наказания. Потому пророк опять плачет, сетует и сокрушается, что иудеи злоумышляли сами против себя, и хуже всякого врага вредили своему спасению. А что может быть бедственнее этого? Притесните ли народа моего дети, и женщины господствуют над ним. Превосходному учителю свойственно разнообразить речь. Не повергать только скорбь и не доставлять только удовольствие, но иногда предлагать то, а иногда другое, чтобы от такого смешения происходила великая польза. Потому и пророк не только обличает, но и плачет, что бывает еще сильнее обличений. Однако причиняет меньший скорбь. И что удивительно, нанося глубочайшую рану, производит легчайшую боль. Он не плачет только, но и врачует и употребляет еще иной дивный способ наставления. Какой же именно? Укоряет не всех вместе, но отделяет народ от начальников и на их голову обращает укоризны. Польза такого рода обличений так велика, что и Моисей весьма часто употреблял его. Этот пророк, когда все были достойны обличения, обращает речь против начальников. А Моисей, нашедший тогда народ, особенно виновным в беззаконии. А Аарона, достойным не столько великого обличения, оставил весьма виновных и обратил обличение не на столь виновного, такими укоризнами против него, возбуждая совесть их, признать себя достойными большего наказания. Так и случилось. Затем уже не было нужды в других речах к народу. Но тех одних слов, которые сказаны были Аарону, достаточно было, чтобы привести сокрушение столь многие тысячи, как бы одного человека, и от такой дерзости обратить к страху и крайнему томлению. Призвели это Моисей, тотчас, сошедший с горы, бросил скрижали и сказал Аарону, «Что сделали эти люди, что ты ввел их в грех и поставил в радость перед врагами?» 48. Так поступает этот пророк, подражая тому святому мужу двояким образом. Моисей тогда не только укорил, но, приняв также вид сострадающего, таким образом совершил то обличение. Так этот подражал тому и другому, говоря, «Приставники, притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ним». Он и делает им обличение, и говорит, как состраждущие народу. «Приставниками же, кажется, он называет здесь истязающих, под которыми, как я думаю, разумеет хищников их и любостяжателей. А если не так, то собирающих подати. Посмотри здесь на мудрость его». Он осуждает не самое дело, а неумеренность. Не сказал «требует», но пожинает, то есть отнимает имущество, лишает всего под предлогом требования должного. Такое выражение он заимствовал от примера, собирающих жатву. Пожинает, значит, после жатвы собирать выпавшие от жнецов колосси и совершенно ничего не оставлять на Ниве. Так точно поступали тогда и эти люди, отнимая у иудеев все имущество и оставляя их на Ниве. И истязатели, притеснители будут обладать вами. Еще тяжелее то, что они не ограничивали этим своего любостяжания, но еще далее простирали насилие, делая людей свободных рабами. «Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Здесь, мне кажется, он указывает на лже-пророков или на тех, которые обольщали их словами, что везде бывают причины крайнего развращения. Поэтому, показывая вред, происходящий отсюда, он присовокупляет. «И путь стезей твоих испортили». То есть не позволяет идти прямо, сбивая с пути, расслабляя, делая нерадивыми. «Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленный у бедного, в ваших домах». Он продолжает тот же способ исправления, обращая укоризны от народа к старцам и начальникам, употребляя более грозный образ речи, представляет самого Бога судящим и осуждающим и обличающим за грехи против народа тех, которые обижали народ. Поэтому и говорит. «Но ныне восстал Господь на суд, так как Он окончил обличение, обличение для людей бесчувственных не очень тяжко, но наказание для них страшно, Тей говорит, что на одном обличении дело не остановится, но последует и наказание за грехи, когда сам, имеющий судить, наконец потребует отчета и вступит в суд с грешниками. Это показывает и великость нисхождения Бога, желающего судиться с ними. И самую речь делает обличительную. Так что имеющий хум может привести в великое сокрушение. И не по той только причине, о которой я сказал выше, но обращает речь к начальникам и старцам, но и для того, чтобы научить всех, что начальники подвернутся более тяжким изысканиям, нежели подчиненные. Подчиненный даст отчет только за себя самого, а начальник изыскания самого и за народ, который верен его власти. И от царствов справедливо требуется такая же строгая жизнь, так как что для тех власть, то для этих возраст их. Правда, юноша также согрешающий, достоин наказания. Но тот, кто по самому возрасту способен к воздержанию, и не обуревается такими волнами страстей, но имеет возможность с большей легкостью быть любомудрым, и с большим удобством удаляется от всего житейского, и приобрел больше благоразумия вследствие опытности в делах, тот справедливо должен быть наказан больше всех, если он в старости совершает дела невоздержанных юношей. Господь вступает в суд со старейшими народа своего. Вы опустошили виноградник, награбленный у бедного в ваших домах. Бог всегда имеет великое попечение терпящих обиды, и не меньше, как за грехи против него, а иногда и больше гневается за грехи против подобных нам рабов. Жену прелюбодейную он позволил отпускать, а язычницу нет. Матфея 5.32, 1 Коринфянам 7.12 Хотя последняя виновата против него самого, а первая против человека. И когда приносится жертва, он повелел оставлять дар, и не прежде приносить его, пока оскорбивший близнюю, помириться с братом своим. И когда судил должника десятью тысячами талантов, то, обличая его во грехах против себя, даже не назвал его лукавым, но скоро примирился с ним и простил весь долг. И за сто динариев рабом назвал лукавым и передал истязателям. И не прежде позволил отпустить, пока будет отдан весь долг 50. И когда сам Христос был ударяем, то он не сделал ничего рабу нанесшему удар, но кротко отвечал, «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если сказал хорошо, за что ты бьешь меня?» Но когда Иераваам, простерший руку, повелел взять обличавшего его пророка, тогда Бог взял руку его сухую, научая и тебя кротко переносить обиды, касающиеся тебя самого, а касающиеся Господа, преследовать с великой силой, потому и преподавая заповеди, он хотя и поставил любовь к ближнему второй заповедью, но подобно первой, и как исполнение той требует, весьма строго, так и этой. А первой он говорит всем сердцем, твоему всей душой, твоей об этом, как самого себя. Из многих других мест можно видеть, с какой строгостью он предписывает нам обязанности друг к другу. Так и здесь посмотри, как сильно он повторяет и усиливает обличение разительными выражениями. А вы, говорит, опустошили виноградник, как поступили бы какие-нибудь жестокие и наплеменные неприятели, так вы поступили со своими. Виноградником он назвал народ по причине великого попечения о нем и промышления свыше. И, желая усилить обличение, не сказал, почему подобных себе рабов, ближних, братьев. Но мое, говорит, погубили, мое расхитили. Далее показывает, в чем состоит это расхищение, опустошение. Говорит, награбленное у бедного в ваших домах. Не столько город, град вредит виноградникам, сколько несправедливость к бедному и убогому обыкновенно попаляет его душу, подвергая ее унынию, тягчайшему всякой смерти. Хищничество всегда зло, но особенно, когда обижаемый находится в крайней бедности. Этим он не только обличает, но и исправляет, обращая взоры их на похищенное. После таких слов самый вид, лежащий перед глазами, может достаточно тронуть того, кто не сделался слишком бесчувственным. «Что вы тесните народ мой, угнетаете бедных!» говорит Господь, Господь Савалуф. Он продолжает тот же образ речи, как там, когда виноградник мой, так и здесь людей моих и лица убогих посрамляете. Тех, кого нужно было исправлять, вы прогоняете. Тех, кого нужно было восстановлять, вы сокрушаете. И вместе с грабительством они еще притирали низших, обращались с ними хуже, нежели с невольниками, присоединяя к любостяжанию надменность и от неправедного обогащения приобретая великую гордость. Скоростолюбие мне разлучно болезнь высокомерия. И тем, кто более собирает богатство, тем более усиливается эта болезнь. Так говорит Господь, Господь Савалуф. Что значит Савалуф? Ангелов, архангелов, вышних сил. Он говорит, так желая возвести слушателя от земли на небо, внушить ему мысль о великом царстве Божием. Что поразить его этим? Сделать более благоразумным? И показать, что такое снисхождение есть следствие не слабости, а долгое терпение Господне. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, поднявши шею и обольщая взорами и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теме дочери Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки и луночки, серьги, ожерелья и опахала, увязлые и запястья и пояса и сосудцы с духами и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю и платки и кошельки, светлые тонкие и пончи и повязки и покрывала. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой пончи узкое вретище, вместо красоты клеймо, мужи твои падут от меча и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Здесь пророк сделал нечто необыкновенное, обратив пространную речь к женам, чего нигде в писаниях мы не встречаем в таком виде. Какая же причина этого необыкновенного образа речи велика, мне кажется, была тогда изнеженность жен, и много не способствовали порочности мужей. Потому пророк обращает особенно к ним, направляя к ним более тяжелые упреки, и вначале он возвышает речь, говоря от лица Божия. Так говорит Господь. Он укоряет их за главнейший зол, за гордость и высокомерие. Это зло везде несносно, но особенно в женском поле. Жена исполненной высокомерии, будучи более легкомысленной и неразумной, легко развращается, утопает, терпит кораблекрушение от всякого бурного дуновения, так как гордость и высокомерие потопляет ее. Он, кажется, обращается к женам Иерусалимским, и ходит высоко подняв шею. Здесь он и посмевается над ними и показывает женское высокомерие, которое не может оставаться в душе, но прорывается наружу и выражается движением тела. И не за гордость только он укоряет их, но и за распутство, как говорит, и объясняет в дальнейших словах. И он говорит, за то, что дочери Сеона надменные ходят поднявшие шеи, обольщая взорами. Это свойственно развратным женщинам мигать глазами и таким образом показывать великое распутство и изнеженность. Ничто так не доказывает распутство и изнеженности, как это, и выступает величавой поступью и гремят цепочками на ногах. Не маловажен этот упрек, хотя он и кажется маловажным. Напротив, влачить по земле одежду это знак крайней испорченности и изнеженности, невоздержания, распутства. Даже один из язычника, восмеивая своего противника, поставив ему эту укоризну, сказав, он спускает одежду до пяток и выступает величавой поступью. Это опять признак такого же бесстыдства. Во всем, и в глазах, и в одежде, и в ногах, и в походке обнаруживается или целомудрие, или распутство. Движение внешних членов суть как бы вестники души, находящейся внутри. Как живописцы, смешивая краски, начертывают изображения, какие хотят. Так точные движения телесных членов выводят наружу свойства души и представляют их нашим глазам. Потому и другой премудрый сказал, одежда мужа и смех зубов и стопа ноги возвестят, что в нем. Серах 19.27 И смирит Господь дочерей Сиона. Обличив два порока гордости распутства, он для каждого употребляет соответственно врачество. Для первого, первое, для второго, последующее, для гордости смирения, а для красоты одежд, лишения ее. Когда, говорит, настанет война, тогда все будет унесено. Тогда высокомерные и гордые женщины, пораженные страхом, освободятся от этой болезни, развратные и во всем изнеженные, подвергшись иву плена, освободятся от всей этой изнеженности. Но чтобы сделать слова свои более чувствительными для них и коснуться души слушателей, пророк подробно исчисляет украшения одежды этих женщин, золотые вещи, носимые на лице и на прочих свинах тела, потом переходит к украшению дома. Они не только тела украшали, но простирали такую гордость и на стенах, расточая имение на ненужные предметы и завивая свои волосы и простирали всюду эти обольстительные крылья. За это он укоряет и говорит «И отнимет Господь светлые тонкие пончи и повязки и покрывало». Выражением «тонкие пончи» он называет какое-нибудь головное украшение или самый вид головной прически. И лумочки украшения калашея видом подобной луне. И тонкие одежды вероятно говорят о летней одежде. Красоту лица их здесь мне кажется он разумеет притирание и румяны и красоту которую они наводят этим указывает на позолоту и обруч и золотые украшения на руках кольца и запястья украшения на кистях рук и сплетение золотой украшения вокруг головы перстни кольца которые называют браслетами. Такова была их забота касательно роскоши что они употребляли не только отечественные произведения но собирали издалека из чужих стран и предпринимали для этого морские путешествия потому что между Палестиной и Лакедамоном великое расстояние и огромное море 53. И так не напрасно пророк не называя самой одежды указал на их отечество но для того чтобы показать безмерную роскошь женщин и весон червленый и весон с золотом они не оставили ни одного вида ни в одежде ни в других украшениях но прошли все пути роскоши силой разврата будучи доведены до сумасшествия если же и тогда прежде благодати и такого любомудрия это было осуждаемо то какое оправдание могут иметь нынешние жены которые призваны на небо их подвигом большим которые обязываются соревновать ангелам которые могут несравненно с большей силой побеждать такое невоздержание и между тем превосходят и действующих на зрелище и что всего хуже они даже не думают что грешат потому на них нужно вооружиться словом пророка действительно не только к тем но и к этим относится прибавление им и будет вместо благовония зловония видишь ли как он отвергает и намощение благовониями и угрожает за это великим наказанием смрадом зловонием он называет здесь пыль которая поднимается после разрушения города и набега неприятелей действительно они истребляли его тогда огнем и мечом иное в нем разрушая иное предавая сожжению предвещая это пророк и говорит и будет вместо благовония зловония и вместо пояса веревка он представляет изображение плена и отведения страну иноплеменников и вместо украшения головы плешь потому что или волосы выпадут от скорби или неприятели сделают это или они сами себе в древности в древности было бытие во время печали и несчастья стричься и брить так его востриг голову услышав о несчастье детей и этот пророк далее говорит что вместе с вретищем и рыданием будет острижение Исайя 22 также другой пророк говорит что остриги и волосы скорбя о чадах твоих Михея 1.16 и вместо рис припаяшись вретищем не представляется ли это страшным и невыносимым но нас ожидают еще не такие наказания а червь ядовитый и тьма нескончаемая если тех за пристрастие к украшениям постигли плен рабство и крайнее бедствие а что Бог осудил и наказал их собственно за этот грех послушай как пророк исчислив бедствия и указывает и на их причину это говорит вместо благолепия если иудейские жены пристрастны к украшениям подверглись такому наказанию когда отечество их было разрушено до основания и они после великой роскоши были отведены в чужую страну рабынями пленницами изгнанницами и преданы голоду болезням и бесчисленным родам смерти то не очевидно ли что мы подвергнемся еще тягчайшим наказаниям впадая в те же грехи чем больше честь тем тяжелее наказание если же какая-нибудь жена пристрастна к украшениям еще не потерпела ничего подобного пусть она не будет самонадеянна Бог обыкновенно посылает наказание на одного и на другого и через них внушает всем прочим какие ожидает их бедствия на выражу яснее сказанное мною жители Содома совершали некогда тяжкие грехи и подверглись крайнему наказанию когда не шел пламень и города и люди и земля с телами все было сожжено что же после них разве никто не дерзал совершать такие же дела напротив многие во многих местах вселенной почему же они не потерпели ничего подобного потому что они соблюдаются для другого тягчайшего наказания потому Бог сделав это однажды не делал более чтобы дерзаясь совершать такие же дела ясно видели что они никогда не избегнут наказания хотя бы здесь и не подвергались им в самом деле сообразно не было бы с разумом если бы те которые жили прежде благодати и закона и не слушали ни пророков никого ни другого потерпели такие наказания за свои грехи а те которые после них удостоились такого попечения Божия и не вразумились примером их отчего грех делается гораздо более тяжким избежали бы назначенного за это наказания почему же они и теперь еще не наказаны дабы ты научился что они соблюдаются для наказания гораздо более тяжкого 55 а что действительно можно подвергнуться наказание более тяжкому нежели Содомске послушай Христа который говорит отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда нежели городу тому потому если нынешние жены пристрастны к украшениям не потерпели того что потерпели украшавшиеся тогда пусть они не будут самонадеянны самое замедление и долготерпение Божие приготовляет им жесточайшую огненную печь и делает пламень сильнейшим так случилось и с Ананей и с Апфирой они вначале и при первом явлении евангельской проповеди утаив часть своего имения тотчас были поражены смертью а после них многие дерзавшие делать тоже не потерпели ничего как же было бы сообразно с разумом чтобы судья праведный и воздающий всем равно меньше согрешивших наказывал а тяжелее согрешивших оставлял без наказания не очевидно ли что предопределив день который будет судить вселенную он потому откладывает наказание чтобы люди или от долготерпения его исправились или подверглись стегчайшему наказанию если останутся в тех же грехах и так когда мы согрешая так же как уже грешили другие потерпевшие наказание не терпим того же то не будем самонадеянны но еще более будем страшиться наказанием тех Бог как бы изрек закон внушая и убеждая всех я для того наказал согрешившего в начале чтобы и ты согрешающий после них ожидал себе того же чтобы ты справился и сделался лучшим за одинаковые грехи назначено одинаковое наказание хотя они не тотчас исполняются а относительно этих людей я медлил не без причины но потому что в их домы от изнеженности жен вошла дурная болезнь страсть к украшениям которая усилила трату имущества вводя мужей в излишние издержки подавая повод к вражде беспокойству ежедневному соперничеству истощая утробу бедных в самом деле когда жена заставляет мужа издерживать все имущество или даже больше своего имущества на гордость тела потому что гордость тела лежащая вокруг него золото тогда рука по необходимости сжимается для благодетельной милостыни и как можно видеть множество других видов греха происходит отсюда впрочем предоставив хорошо узнавать это на опыте самим подвергающимся такому злу обратимся к последующему представив изображение плена и сказав я наведу это вместо благолепия пророк усиливает наказание и говорит мужи твои падут от меча и храбрые твои на войне и будут воздыхать и плакать ворота столицы и будет она сидеть на земле опустошенная действительно это бедственнее плена это жизнь хуже смерти когда вместе с рабством они принуждены наплакать безвременные скорби то вообрази как велико такое несчастье когда соединяется одно с другим разное огорчение которые тяжкие сами по себе подлинно когда случился один плен то такое бедствие было невыносимым и когда случались такие скорби у живущих на свободе то жизнь была горше смерти но теперь говорит то и другое будет соединено вместе такое бедствие нужно назвать более чем двойным а тройным и четверным когда именно сыны прекрасные любимые и от врагов а не по общему закону природы лишается жизни а вместе с ним и все находящиеся в зрелом возрасте так что им не остается никакой доброй надежды на человеческую помощь и содействие пророк всеми мирами увеличивает плач усиливает страх возбуждает живое сокрушение поставляет бедствие на вид распространяет описание несчастья обращаясь ко всему собирает отсюда скорбные черты по причине бесчувственности слушателей так как желательно было чтобы такими угрозами они были потрясены и стали чувствовать совершение ожидающих их бедствий потому он и прибавил то что представляется весьма жалким что они будут видеть опустошенные хранилища золота памятник прежнего благоденствия который самым видом своим будет постоянно возбуждать живую скорбь несчастье обыкновенно тогда особенно поражает нас когда мы сравниваем их с прежним благоденствием такое сравнение делает рану более жестокую так и Иов некогда со слезами говорил «Кто возвратить меня к прежним дням» Иов 29.2 и повествует о всем богатстве о благах которые текли как бы из источников о почестях о доходах о всей славе своей чтобы таким сравнением лучше показать как тяжкие настоящие постичшие его бедствия что же делает теперь и пророк напоминая о хранилищах и недовольствии с этим представляет их самих плачущими речь бывает поразительней когда делаются такие олицетворения потому он представляет плачущими виноград и вино чтобы сильнее поразить слушателей и тронуть их бесчувственность что значит останешься одинокой оставленной говорит без помощников и без попечения божьей лишенной всей прежней славы окруженной со всех сторон врагами и стесненной среди наплеменников затем желая предоставить крайность унижения он и говорит и будет она сидеть на земле опустошенная употребил другое слово ясней выражающее все ее унижение не сказал упадшее но будут воздыхать и плакать ворота столицы и будет она сидеть на земле опустошенная да Продолжение следует...